МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Гомельщине означила керавник Центра выбор КАМА подрихтовка до выборов иди планомерно, без серьезных нараканий и порушений законодавства. Всю необходную информацию можно найти на тематичных сторонках сайтов, выканавших и распорадших органов. Таким чином реализуется головный принцип забеспечения прозристости и голосности. Со следующей недели в Центральной комиссии планируют принять очень важное постановление, которое будет касаться периода предвыборной агитации и пропаганды. У меня нет претензий, по крайней мере, все проходит осторожно. Нет явной агитации за кого-либо из кандидатов потенциальных, то есть нет перегибов. Зараз выборчая комиссия проверяют и корректируют списы выборщиков на территориях округов. Списки избирателей корректируют избирательные комиссии, которые образуются на территории каждого участка для голосования. А вообще подают списки избирателей местные исполнительные и представительные органы. При этом используются, как правило, списки избирателей, которые применялись при прежней избирательной кампании, сверяясь с военкоматами, с ЗАГСами, обходя по квартир на дома и так далее. Мы рассчитываем, что эта работа будет выполнена максимально качественно. Аграры в области протягивают активную працу на палетках региона. На двор его опошние дни сприяя нарушиванию темпов уборочных работ. На данный момент хлеборобы убрали омаль 60% от запланованных площадей. Ближе за всех до завершения работ по раннейшему Урагачевским районе. Тут засталось убрать крыху больше за четверть до гульной колькости палетков, засеянных зерневыми культурами. Далее идут господарки Речицкого, Кармянского и Жлобинского районов. Треба означать, что с початку уборочной повеличилась средняя ураджайность сборжевых. Зараз она складая больше за 26 центнеросгектара. Агульный на молодых господарок в области досягнул полмиллионного рубежа. Лидеры по даденному показчику аграры Рогачевского и Речицкого районов 52 и 50 тысяч тонн ответна. Подтрымка уборочной кампании активно оказывает Держаутоинспекция. Умыток забеспечения на дорогах региона безпеки супрацовниками ДАИ ожитивляется супроводжение комбайнов и грузовых автомобилей, которые проводят работы на палетках. Продоставление сельско-господарчей техницы права на першочарговый проезд с крыжеванием магистралей и автодорог, которые характеризуются повышенной колькостью автотранспорта, не только важная мера безпеки, а и значная допомога аграрам в справе уборки ураджаю. Нередко это экономить водителям час и непосредственно отбивается на темпах полевых работ. Во всех районах Гомельской области подразделениями ДАИ створены мобильные группы по забеспечению беспирожкодного руху сельско-господарчей техники. Оказываем всякую помощь, всякое содействие в организации дорожного движения и обеспечению безопасного и беспрепятного проезда к месту стоянки сельско-хозяйственной техники. Завтра, 1-го жнивня, на Гомельщине протягнется практика промога диалога с жихарами в области. В субботу пройдутся черговые телефонные линии. В нашем регионе на питание граждан будет отказывать старшиня Гомельского областного совета депутатов Олег Леонидович Борисенко. Нумер телефона промой линии 75 12 37. Звонки принимают с 9 до 12 годин. У Гомельским городским выканавчим комитете 1-го жнивня промою линию проведет наместник старшини Оксана Константиновна Рудянок. Звернуться можно по номеру телефона 75 19 54. Приймать звороты граждан, які, звычайно, будут так само в районных администрациях и райвыконкамах. Ветливость и гостинность – одна из характерных рысов Жихарова-Полесе. До того же регион славится своей богатой историей, уникальными помниками культуры, прихожостью природы. Улибы час года тут есть чем сдевить, як белорусских туристов, так и замежных гостей. Дмитрий Котов упевнился в этом особистам. Сегодня в Лельшеском районе сконцентровано 8 магросядибов, готовых пропоновать своим гостям перолик самых разностайных послуг. Одноведывание исторических помников и культурных славутостей до активного отпочинку. До приклада у агросядиби у вёсцы Свидная, вось уже год, поспехово реализуется уникальный проект по водным туризме. Знаемство гостей с прихожостью природы Лельшеского района тут отжитявляется в процессе незвычайных рочных экскурсий. Для этого уладальники агросядибы закупили туристичные байдарки. Подобные водные маршруты пришлися до спадобы туристам, покольки дозволяют зазернуть у местцы, недоступные для звычайного огляду. Это очень интересная природа. У нас река Уберти, это как есть такая лельческая амазонка, амазонка по лесу, у нас дубы, у нас очень красивые, есть крутые берега, есть пологие. Очень интересная природа, которую можно посмотреть только на байдарках, по-другому никак. Все, которые были туристами, все, которые уже сплавлялись, все очень довольны, еще приезжают и еще даются номера, то есть показывают фотографии своим друзьям, родственникам. Представникам туристичного бизнеса для просовывания своих идей необходимы особливый погляд на речи, богатый житевый опыт и, вядома, творческий потенциал. Агросядибы жаралецы Лельческого района – один из наибольш показальных прикладов такого продуктивного, агалонная выникового симбиоза. Сегодня этот сущастный туристичный комплекс, здольный принять одночасово до 80 туристов. Гостям пропонуют утульные домики, комфортабельные номеры и великую банкетную залу для проведения урочистостей. Тут створены усе умовы для полновартосного усебакового отпочинку наведовальников. Сегодня люди могут спокойно приехать, переночевать. У нас богатая история в районе. Есть что показать. Начиная с Тарьдуба, карьеры Глушковича, красивая природа. Есть у нас рыбалка на сегодняшний день, выполнена программа по зазараблению. Сегодня есть особи до 5-6 килограммов. То есть эта тема закрывается. Ну, понятно, что есть сегодня там и детская площадка, и качели, и батуты. Неплохой пляжик в целом. Сегодня хорошо воспринимает народ, использует бани. Ну, это то, что сегодня для того туризма внешнего, который приезжает. Лельшинский район притягивает у Печу-Чаргу дивными природными краевидами. И, что немаловажно, тут живут простые и ширые люди. А тому сюда хочется вертаться знов и знов. Чтобы отпочить от городской митусни, отримать осолоду от пригожостей казочной природы. Конечно же, и на сегодняшний день деляется много внимания. Я думаю, что и в последующем будет деляться еще больше внимания тому, чтобы сделать отдых наших белорусов в нас, в стенах нашей республики, очень интересно. И чтобы можно было проехать в разный уголок страны, и в том числе наш район, и увидеть все самое лучшее, все, что мы можем сегодня предложить. Я считаю, что на сегодняшний день у нас есть все условия, чтобы встретить людей и показать все то, чем мы сегодня богаты. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Лельшинский район. У Гомеля прошел четвертый международный хоккейный турнир «Сярод молодежных команд» памяти былого директора предприемства «Гомель Транснафта Дружба» и старшини совета хоккейного клуба «Гомель» Алексея Костюченки. На протягу трех гульнявых дзен четыры дружины у напруженной борозьбе выявляли мацнейшага. Борозьбу за трофеи вяли дубли Гомеля и Жлобинского металлурга, так само нынская юность и московский «Спартак». Даречи, москвичи – минулогодние переможцы турниру. После двух гульнявых дзен у лидерах были «Спартак» и «Юность», які имели шансы на завоевание трофея. Гомель шел на третьем месте, замыкали таблицу «Жлобинчане». У заключный день москвичи у серой буллитов перемогли «Металлург» 4-3. Менчанам, каб перемогчил турниры, треба было брать очки у гульниц Гомеля. Матч отрымался напруженным. У першим перейдзе перавага была на боку юности, однако в особице ее у закинутые шайбы не отрымалася. У другим перейдзе менчані усе ж таки закинули. Гомель отказал нагляд, а спочатку господары отыгралися, а потом вышли на перат 2-1. У третьим перейдзе соперники двойче обменялися закинутыми шайбами. Перамогу матча, а разом з ее и другое место на турниры отрымали хоккеисты Гомеля. Первый период у нас многое не получалось, но мы в раздевалке посидели, поговорили с ребятами, тренерами. Мы небольшую установочку дали и в принципе начали все выполнять, все начало получаться. Вот результат. Перамогу у турниры памяти Алексея Костюченки другий год за пар отрымала молодежная команда московского «Спартака». Юной засталась на третьем месце. Замкнули таблицу резервисты Жлобинского «Металлурга». Любой турнир он всегда кратковременный, опять же, он дает очень много пищи для размышлений. Опять же, каждая команда ставит свои задачи, цели. Практически, что мы ставились, посмотреть, разобраться в ребятах, кто на что способен. Нам эта задача удалась. Очень хороший турнир по подбору команд. Все игры посмотрели, прошли напряженной борьбе. Хоккей вернется на арену Гомельского глядового палаца 10-го жнивня. У рамках розыгрыши Кубка Руслана Салей хоккейный клуб «Гомель» будет примать Витебск. Максим Савин, Дмитрий Радянко, телерадоакомпания «Гомель». И на этом наш дженый выпуск завершенный. Вечерни глядите сенья на телеканале «Беларусь-1» у 18.40. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин